Добрый день, это Аня опять, Аня Сокол. И у меня есть некоторые еще мысли, которые появились. Я сделала первое видео, что такое акушерка в западном смысле. И я хочу сегодня говорить о том, что значит неперерывный уход. Я думаю, что я правильно сказала на русском, но сначала я хочу немножко, я думала, как я могу сделать, чтобы эта тема была как-то интересна. Потому что здесь во многих вопросах появятся культурные вещи. Это был для меня сюрприз, когда я узнала, что женщина здесь в Украине, когда она беременна, она ходит к одной врачу, под один врач для предрудового наблюдения, второй врач работает на родах. Потому что откуда я из Америки, эта женщина всегда ходит к одной и той же врачу или акушерку, врач или акушерка. И они делают предрудовое наблюдение, потом они принимают роды. Или группа врачей, или группа акушерок. И эта женщина, она знает человека, который будет у нее принимать роды. Поэтому я хотела немножко об этом сегодня говорить. Хочу ободрить нас с некоторыми мыслями, потому что мы сталкиваемся с культурными барьерами. Тоже просто вопросы беременности, родов и грудное скармливание, они все бывают сложные. И мы хотим думать, что появление ребенка всегда радостно и все, но столько вопросов поднимаются. И в Библии написано, что Господь даст тебе свою мудрость, и ты поймешь добрые и праведные дела. Часто нам нужна эта мудрость, особенно когда появятся дети, беременность, роды, всякими такими вопросами мелочные и большие появятся. И нам нужна мудрость, чтобы понять, что правильно, как правильно быть. Есть тоже написано в Иакове, а если кому-то из вас не достает мудрости, пусть попросит у Бога, который всем дает шедро, без попреков, и ему будет дано. Поэтому если нам нужна мудрость, и нам всегда нужна мудрость, мы можем у Бога это получить. И чтобы это было немножко интересно, я хочу сказать вам одну интересную культурную историю. Мои родители, они были миссионерами в Африке. Я не была, я уже была в университете, когда они уехали туда. Но моя мама начала там работать со школами. И в этих школах дети учились в первом классе, они учились считать от 0 до 10 в первом классе. И моя мама, она начала работать с учительницами, с учительницами и другими. Они очень много поменяли в этой системе. Но одно, что люди говорили, они говорили, ну, африканцы, но наши дети, они другие, они не могут считать до 100 в первом классе. И часто, когда мы слышим, как другие что-то делают, мы сразу думаем, но мы не можем так, мы другие. И это первая реакция, через которую мы можем вступить. И я много раз вступила через это, потому что долго жила в другой культуре. Я не могу это, и потом я могу. И что они делали? Они начали учить этих детей в своем языке. Потому что как это было? Все учительницы разговаривали по-французскому, потому что это был официальный язык, но вот эти дети, они разговаривали и поняли их язык племена своя, своя, своего. Поэтому они просто начали учить их в своем языке, и, конечно, они поняли, и в первом классе не считали до 100. Поэтому есть очень много возможностей, если мы хотим это. Или мы просто найдем своими путями, как сделать в своей культуре что-то. И я хочу сегодня поговорить о непрерывном уходе. И, короче, это значит просто, что один человек делает все производственные облудения роде и после родовой период один медицинский человек или группа. И вы потом знаете, кто будет на протяжении всего, будет ухаживать за тобой. И здесь это русский Cochrane сайт. Они немножко... Я буду просто читать. Одна из моделей называется «Модел непрерывной акушерской помощи». И я хочу просто напоминать, что я делала видео, что значит акушерка в западном смысле. И это в западном смысле акушерка. Такая модель акушерка является ведущим специалистом, начиная с первичной записи... Ой, да, с первичной записи на прием и вплоть до первых дней родительства. Не знаю, если я правильно... А, я не переведила это. Все было на русском. Поэтому это вот. Они переведили из английского. И все на этот сайт я здесь покажу. Это там, где вы можете найти это. Там больше написано. Я просто кусочек взяла. Просто специалист ведет весь процесс. Здесь непрерывность ухода. Это этот медицинский термин. Continuity of care. Уход под руководством знакомой акушеркой или группы акушерок, которые ведут женщину во время беременности, родов и послеродовой период, рекомендуется при наличии хороших зарекомендованных себя соответствующих программ. Это опять объяснение, что это. Сейчас следующий слайд. Следующий слайд. Потом у нас еще пару объяснений, почему люди хотят это. Что такое непрерывность ухода? Это означает, что один и те же медицинские работники будут поддерживать вас во время беременности, родов и в послеродовой период. Это я переводила из сайта, английский сайт. Это в Англии. Это говорит родителям. Таким образом, вы познакомитесь с этими профессионалами и почувствуют себя комфортно, и они узнают, какие у вас пожелания относительно родов и не только. В идеале у вас должна быть одна акушерка, которую вы будете видеть на протяжении всей беременности, родов и также после рождения ребенка. На самом деле, более вероятно, что у вас будет обслуживать небольшая группа медицинских работников, и это все еще хороший вариант. Имейте в виду группа врачей или маленькая группа акушерок, и вы просто познакомитесь с каждым, и потом один из них на смене принимает роды. Что такое непрерывность ухода? Этот сайт продолжает. Каковы преимущества непрерывности ухода? Почему это хорошо и желательно? Женщине, которая имеет сильную прерывность, это значит хорошую, качественную непрерывность ухода, меньше шансов на эпидемию, меньше шансов на эпидемию. Вы можете сами паузу сделать и читать это. Но это то, что исследование уже доказало. Я думаю, это мой последний слайд. Я хочу просто объяснить некоторые вещи, которые отличаются от то, что часто происходит в западном, и то, что здесь, и как это, когда эти две культуры столкиваются. Это может быть недопонимание. Я просто хочу пару моментов объяснить. Надеюсь, что будет хорошее будущее. Окей, я думаю, это все.